Всем привет! Я Оксана Кухарчук, генеральный директор университета МТС. И сегодня со с нами... Меня зовут Алена, моя фамилия Владимирская. Я руководитель проекта «Энсерапс» и, наверное, довольно известный хантер. У нас сегодня очень свободный диалог, не в формате интервью. Скорее всего, с Аленой мы больше поразмышляем на темы будущих технологий, на тему будущих людей, компетенции, навыков и, в принципе, что грозит, какое будущее у нас как в такой индустрии рекрутмента. На острове собрались все самые технологические таланты, и там люди со своими проектами, со своими инновационными идеями. Ален, как вы думаете, какие основные, такие там залог успеха для того, чтобы команда острова, которая сюда приехала, сделала действительно переворот как в бизнесе, так и в науке, и в новых подходах к развитию, в обучении, в бизнесу? А я сейчас скажу страшную вещь. Я вообще сильно не уверена, что переворот нужен. Мы вообще страна переворотов, и вот от этого пока у нас, в общем, больше горе, чем счастье. Мне кажется, что все, что нам нужно сейчас, это четкое понимание цели и такая последовательная работа, потому что с переворотом у нас все хорошо, а вот с оперейшен все значительно хуже. Поэтому нам самое главное надо понять, мне кажется, главное, первая важная задача, а, собственно, в какое цифровое будущее мы хотим прийти. Мне кажется, большая проблема в том, что мы все говорим про то, что вот цифровое будущее, цифровое будущее, а именно что мы под этим подразумеваем, какие конкретные вещи, вот с этим у нас значительно сложнее. Сегодня мне задавали вопрос, условно, вот появилась профессия, главная по цифровой трансформации, а что это? И вот действительно, никто, в общем, толком не понимает, а что это? Второе, хорошо, допустим, мы понимаем, кто этот человек, но дальше, а кто ему даст полномочия, потому что, ну, прекрасно знаете, особенно больших компаний, когда ты приходишь и пытаешься перевернуть компанию, на цифровые рельсы, то ты должен вмешиваться во все куски бизнеса. А кто тебе даст на это полномочия, ну, какими ты ресурсами располагаешь? Поэтому мне кажется, что главная наша задача, и что, наверное, одна из самых важных задач острова, это понять, куда мы хотим прийти и как мы хотим прийти. Очень здорово, что есть такие штуки, но очень важно, чтобы они не оставались в стенах здесь, чтобы они потом реализовывались в каких-то конкретных проектах. То, что я вижу вот с точки зрения клиентского сервиса, то, что реальный бизнес, ну, если мы не говорим о каком-то маленьком инновационном бизнесе, или большом инновационном, из которого вы, из которого я, а вот если мы выйдем за рамки IT-телекома, в общем, он пока цифровые вещи воспринимает в виде, ну, давайте мы поставим там условно какую-нибудь там большую ERP-систему или маленькую ERP-систему для того, чтобы учитывать. И второе, заведем себе директора по интернет-маркетингу, который будет закупать контекстную рекламу. И мне кажется, главный разрыв сейчас, он как раз между вот такими глобальными планами и, что называется, ситуациями в местах. И пока мы на местах вот эту ситуацию не объясним, к сожалению, все вот эти многие хорошие идеи, не дай бог, очень хочется, чтобы так не было, они останутся просто хорошими идеями. Это, конечно, главная проблема. Ну, а как вы видите, что может помочь, чтобы эти идеи вышли из русла идей и перешли там действительно какие-то векши-замы? А вот давайте этот вопрос вам, да? Как человеку с многолетним опытом работы в корпорации, вот как? Как бы вы это решали в своей компании? Слушай, в МТСе мы этот вопрос решаем, решаем уже последние несколько лет, и там действительно идет фокус с уровня правления, с уровня первого лица, когда по всем стримам, по всем направлениям бизнеса идет очень жесткий фокус на цифровизацию, на поиск новых подходов. То есть первые, когда начинали делать первые шаги, прям сделали отдельные группы, которые работали за всеми основными направлениями бизнеса, начиная от HR, орг структуры, культуры, обучения, развития, заканчивая стройкой базовых станций, маркетингом, продуктовой линейкой и IT-технологиями. И действительно то, что я сейчас вижу, крупные компании, которые сфокусировались на цифровизации, вот на переходе к такому очень гибкому подходу управления, поискам новым стримам бизнеса, новым путям монетизации. Сейчас мы видим первые успехи, даже если говорить про МТС, у нас уже сейчас запущены абсолютно не в чистое телекомовские услуги, но в комплементарной нашей базе, например, телемедицина, или смарт-эдюкейшн, или облачные решения. То есть понятно, что это сейчас поиски новых продуктов, новых направлений, людей, но там я вижу, что если бизнес, если первое лицо говорит, что все это фокус, и мы все делаем для того, чтобы выходить из такой кожуры у текущего бизнеса, то действительно это работает, и культура меняется, и люди меняются, и люди даже думать по-другому начинают. Ну это очень здорово, но вот мне кажется, что главная задача, чтобы появились вот какие-то такие большие собственники бизнеса, первые лица, которые стали рассказывать не просто в целом нам нужна цифровизация или диджитал-подход, а стали рассказывать на цифрах, что в результате получилось вот это, 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 тогда это работает, потому что пока не очень понятно, но, собственно говоря, не секрет, что на начальном этапе, на этапе внедрения, при внедрении, это скорее затраты, и это затраты вполне себе приличные, поэтому возникает вопрос, а что может составить, да, зачем я буду, вместо того, чтобы не положить это в какой-либо конкретный станок, или, не знаю, взять дивиденды, купить там какое-то новое помещение, ну что-то такое, зачем я буду тратить какие-то вот такие непонятные штуки, поэтому ничего, опять же, не получится, если вот не будет таких примеров, когда об этих примерах просто будут рассказывать. Да, ну и важно тоже, что помимо первых лиц, и тоже, что по крупной компании, мне часто вижу, что первые лица с флагами говорят, эгегей, нам надо, а вся остальная компания инердно стоит на месте. Но вот если говорить даже, возвращаясь к МТС, то мы прям делали такую очень сильную прокачку, наверное, всей компании, начиная там вот отправление, заканчивая, не знаю, нашими продавцами в розничных магазинах, где мы прям рассказывали, почему нам нужно меняться, мы проводили целенаправленные программы обучения по цифровым технологиям, и в этом году, и в прошлом году, у нас каждые две недели на всю компанию, на все 35 тысяч человек проходят вебинары по всем трендам, которые есть в Силиконовой долине. А глупчейн до финтеха... Это тоже беда, потому что на самом деле нет. Вы прекрасны, беда не у вас, а в смысле то, что большинство сейчас людей либо вообще об этом не думают, либо воспринимают вот эту историю будущего как некую историю угрозы, что вот это придет какая-то непонятная штука, съест мое рабочее место, там, я не знаю, ухудшит мою жизнь, и, конечно, никакие такие процессы не могли, не могут быть при очень сильном внутреннем сопротивлении, его надо ломать. Вопрос, могут ли сломать его эти ребята, нет, они прекрасные, они нужные, но его должны ломать, конечно, ну, собственники, первые лица, те, которые несут идею, тем, которым доверяют, даже не доверяют, но вынуждены слушать, ну, что называется, по должностным инструкциям. То есть в тот момент, когда приходит кто-то со стороны и говорит, давайте мы сделаем хорошо, ну, чаще всего люди воспитаны, они же не говорят нет, да, они говорят, ну, да, 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 ну, в общем, ну, да, но при этом внутренне говорят нет, да, то есть и так, и все это уходит, ну, прекрасные согласования, которые могут длиться десятилетиями. Поэтому это, конечно, на мой взгляд, вот главная история, и то, о чем я постоянно говорю здесь ребятам о том, что кроме энтузиазма вы должны быть готовы к большим бюрократным историям, вы должны быть готовы к серьезному сопротивлению, вы фактически во многом идете как на войну, да, и это такая особая война, работа в большой корпорации, когда ты не должен воевать, а вот таким вот, вот, быть твердым, но при этом очень гибким, да, и потому что иначе не выжить. И это, конечно, особый навык, которым вот этих ребят должны учить, и я пока не понимаю, как их учить, и кто их будет учить, потому что это очень важно, ничего не сделаешь просто вот на том, что я приду и пронесу вам счастье. Да, ну, затронули интересные темы про вот особые навыки, которые сейчас появляются. Первый навык, я абсолютно согласна, это политическое чуйка, да, и гибкость, да, то есть как вот лавировать, достигать своих целей через вот такие жёсткие структуры и иерархии. Вот что ещё из вашего сейчас такого интересного, богатого опыта, да, вы видите? Ну, мне кажется, что главная история, это про такую я называю агрессивную адаптивность. Что это такое? То есть я раньше была парадигма такая, ты сначала учишься где-то в институте, а потом работаешь там 30 лет, в общем, фактически иногда доучиваясь, ну, каким-то малым там нововведением, которые пришли в твою профессию. Сейчас учиться надо постоянно, и при этом надо понять, что это не... нельзя это перекладывать на компанию, что это, в общем, не зона ответственности компании, это зона ответственности только твоя, учиться тому и учиться чуть-чуть впереди, чем это нужно компании. Я как хатер скажу, что как бы, что бы ни говорили все компании, даже самое прекрасное, что мы учим людей, и учат, и правда, но всё равно покупают наиболее дорого тех, к чему не научили, то есть вот это опережающий скилл. Поэтому вот эта агрессивная адаптивность, именно агрессивная, не в смысле человека агрессивный, а вытаскивать из воздуха, из всего вот эти новые знания. И вторая, конечно, вещь для меня чрезвычайно важная, это как раз она отсюда же вытекает, это фокусировка и умение работать с информацией, отделять настоящую информацию от ненастоящей, понимать из огромного обилия информации, какая тебе нужна, потому что ценность, я просто знаю, она уходит, ну любой там Google, что угодно тебе даст, это быстрее, миллион источников, то есть она переходит в историю, я умею и я понимаю, я могу это адаптировать под нас. И вот уметь работать с информацией и быстро учиться, фактически, по многому это всё, что нужно новому человеку, новой ментальности. Как топом подготовиться к этим изменениям? Как топом подготовиться к этим изменениям? Вообще непонятно. То есть действительно заранее определять те зоны, куда идти, развиваться. На одном из конференций вы говорили, что сбитые бойцы, сбитые лётчики, которые вообще занимают мегапозиции, звёздные люди. Я, честно говоря, довольно пессимистично здесь настроена, я не верю в поколение, вот в тех топов, которые есть сейчас, что они, собственно, войдут с нами в это счастливое будущее. Потому что, ну, что называется, нельзя обобщать, конечно, кто-то войдёт и, конечно, кто-то очень меняется, но в целом у нас большинство людей, которые заняли определённые позиции с определённым уровнем дохода и с определённым уровнем влияния, у них, в общем, уже задача скорее сохранять эти позиции. Это как-то оклеска, в которой сидишь просто. Да, и главное обороняться, чтобы вот не заняли мою территорию. Ну, а время требует совсем других компетенций. В один прекрасный момент вдруг выясняется, что всё так быстро бежит, что ты уже не успеваешь нагнать. Поэтому я скорее верю вот в этих ребят с острова и ещё там каких-то других прекрасных молодых ребят, которые просто вот жизнь их внесёт, потому что мы живём действительно во время революции. Это безусловно. Ну, хорошая новость, и что у вас все перспективы, войти с новой волной. Это да. И взять крупный бизнес в свои руки. Ну, будет очень сложно. А вот как МТС в этом смысле готовить своих внутренних лидеров? Я знаю, что вы очень серьёзно к этому относитесь. А, мы действительно серьёзно к этому относимся. У нас есть чёткие программы развития под все уровни. То есть если говорить про уровень управления, управление минус один, мы направленно делаем годичные программы в течение года, где мы приглашаем профессору из лучших европейских и американских школ и миксуем такой вот профессорский теоретический подход с реальными стартапами. Ну, то есть, например, если мы делаем теорию по дизайн-мышлению, мы прямо там же отрабатываем новые продукты, приглашаем какие-нибудь сумасшедших стартаперов, которые к нам приходят и рассказывают свой опыт. Ну, например, мы приглашали основателя призмы, который рассказывал про свой опыт запуска самого массового приложения, которое пришло из России. Когда мы запускали внутренний акселератор и стали думать о том, как приглашать внешние стартапы и миксовать все новые продукты с внутренними продуктами МТС, мы приглашали коллег из IT-компании, у которых эти акселераторы уже работают, и они рассказывали о каких-то ошибках и факторах успеха у них есть. То есть мы стараемся делать такой баланс, чтобы около 40% было теории и около 60% было прям таких реальных кислов людей, которые, говорю, с земли, которые своими руками без бюджетов, без корпоративной поддержки там реально сделали крутые истории. И это вот пока на наш дед лучше всего работает. А как-то вы сами относитесь, вот то, что там пришел кто-то, у него не было ничего, и он сделал продукт, который сейчас стоит, ну, конечно, не дороже МТС, но, в общем, вполне себе приличный день. А они тебе видят угрозу или... И риск от возможности. То есть, скорее всего, видят, что там действительно все зависит от людей, все зависит от энергии драйва, и видят то, что чем больше ты навешиваешь организационных каких-то вот правил, рамок, тем больше ты стерешься от инновационного драйва, который внутри компании может быть. Да, и вот я искренне верю, что вот за счет этих программ мы как раз в последние несколько лет начали прям вот так открываться, да, вот абсолютно искать какой-то свежий поток мыслей, идей вовне. То есть наша топ-команда очень позитивно к этому относится, и вот к реальным людям гораздо даже, ну вот с доверием, с большим доверием, нежели чем к профессуре из лучших европейских, американских школ. Очень здорово. Я вот на примере антирабства вижу, что сейчас к нам приходят как раз именно на трудоустройство, на профориентацию, большое количество топ-менеджеров в возрасте где-то там от 40 до 55 лет, которые либо уже потеряли работу и вообще не могут больше полугода найти, либо понимают сейчас, что теряют, ну, собственно, вот будут результаты года или там полугодия, и будет понятно. И эти люди находятся в довольно сложной ситуации, то есть с одной стороны, они очень разочарованы, и они очень агрессивны, то есть вот эта история меня не ценят, я вот... Обиды, да? Да, это даже не обиды, это как раз вот такая агрессивность, что вот принесли какие-то веяния, ничего в них нет реально, обозвали то же самое другими словами, то есть абсолютное, ну, опять же, нельзя говорить за все это человечество, это некий там слой, круг, но это люди, которые не хотят меняться учиться, они скорее очень агрессивно обижены на среду, и при этом есть большое количество молодых ребят, которые приходят именно с тем, что покажите мне возможности, мы сидим в больших компаниях, и вот у нас много идей, нас никто не слышит, нас никто не видит, нас не понимает, мы пытаемся, конечно, всеми силами прорвать вот эти вот большие такие завесы, но, конечно, пока это очень сложно, потому что, ну, вот не слышат друг друга, с одной стороны вроде, при этом действительно на уровне акционеров в больших компаниях, они говорят, да, нам нужны изменения, внизу есть довольно большое количество людей, которые говорят, да, мы готовы, мы хотим, их бы, конечно, не одних выпускать, а вот как раз вместе вот с этим топом, которых есть действительно большой управленческий опыт, потому что у ребят действительно довольно много, ну, нет никакого управленческого или он очень маленький, и, конечно, оперейшн большой компании, и не мне вам объяснять, что это оперейшн большой компании. Это тоже вполне себе отдельный навык, которому он обучает, его просто так вот не возьмёшь. И вот как бы всё это соединить, было бы совсем прекрасно. Но в сказке это всё прекрасно, а в жизни это боль со всех сторон. Все друг на друга обижены и такие недовольные ходят. Пусть их болят, научатся. Да-да-да. Как тянушки, еле как-то заплакали, продолжают. Мне кажется, что вот в таком мероприятии, конечно, вот такие штуки, как остров, они, конечно, должны решать эту проблему. Я надеюсь, что решают, потому что как раз они собирают очень разных людей, и люди научаются находить общий язык, видеть какую-то общую цель. Это, конечно, прекрасная история. Но, на мой взгляд, их должно стать просто много больше, да, потому что страна огромная. И изменения, конечно, очень назрели. А если говорить уже про средний бизнес, вот именно про ребят, которые запускают свои стартапы, вот тоже мы там из вашего опыта, то, что вы видите, как лучше собирать команду, да, то есть одно дело, вот крупная корпорация, которая все люди покупает. Это вообще совершенно другое дело в том, что если в вашей компании меньше 50 человек, вам вообще и чар не нужен. Вам нужен только человек на документооборот, на кадр. То есть евангелисты в этом случае идут под что? Идут под идею и идут под харизму лидера, да. То есть в этом случае вы должны везде, евангелист, рассказывать о своем проекте, о нем должны слышать, о нем должны знать, вы должны везде публиковать о нем статьи. Да, конечно, придет куча троллей, которые напишут это все неправда, ничего у тебя не получится, не обращайте внимания, это белый шум. Придут в ответ два-три человека, которые, вероятнее всего, стукнутся к вам в личку и скажут, слушай, я давно об этом думал, мне тому страшно, или еще что такое. И искать, конечно, через свое. Ни один HR, ни один хандер не продаст вашу компанию, ну, в смысле, не компанию, а идею под нами так, как это сделаете вы. Вы еще маленькие для того, чтобы у вас появились вот эти все вещи. Вам надо брать под себя. И мне вообще кажется, что одна из основных задач фаундера проекта это именно визионерство, это рассказать всему миру о том, что ты можешь принести. Потому что под это появляются инвесторы, и партнерки типа МТС, и люди, и все вот такое. Потому что без этого ты остаешься очень маленькой, бутяковой историей, которая может быть и неплохая, но сидишь где-то в уголочке, и, конечно, есть какой-то шанс, что тебя заметят в мир, но, в общем, этот шанс, ну, прямо скажем, такой очень маленький. И полагаться на шанс, мне кажется, глуповат. А то есть третья компетенция, которую сейчас Алина озвучила, это вот навыки визионерства рассказывать, да, это пиар, такой селф-пиар, ну, и живость. Да. То есть не побегаешь, ничего не получится. Нет, конечно, да, вообще скорость жизни, скорость бизнеса, это вот не история. Теперь даже вот стратсессии, если раньше там раз в год приводили, теперь даже большие компании там раз в квартал переходят, потому что мир меняется так быстро, просто, ну, невозможно. А если ты маленький стартап, ну, какая стратегия на год? Ну, о чем, да? То есть это стратегия там на 2-3 месяца, и которая может за 2-3 месяца кардинально применяться. То есть мир меняется очень быстро. Насколько вы видите потенциал в российских стартапах выхода на международные рынки? Есть какие-то хорошие кейсы? Я тут, на самом деле, перед этим хочу поговорить как раз еще в вашем проекте, да, потому что, ну, это же интересный кейс. Вы, что называется, с одной стороны, руководитель большого дивизиона, огромного дивизиона, большой-большого бизнеса, а с другой стороны, пробуете свой бизнес. Вот насколько разные ощущения, сложно просто, как вот это происходит? Мне кажется, что ваш опыт тут бесценен. Алена сейчас говорит о том, что параллельно с МТС у меня есть свои социальные проекты, социальное предпринимательство. Проект называется LadyNo7.ru, и мы на этом проекте обучаем женщин, которые находятся в декретном отпуске, как запустить свой бизнес и найти каналы монетизации пока в декрете. На первом потоке сейчас 2000 человек, и я хочу сказать, что это, конечно, абсолютно другой опыт, он настолько живой, и я понимаю, что в команду, которая запускает проект, это волонтеры, которые пришли на идею, которые пришли на ценности, которые хотят действительно развить проект до такого вот экосистемного проекта, для того, чтобы там женщин, которые находятся в декрете и десятки миллионов, помочь выйти из этого колеса, от какой-то безысходности часто, которая бывает. Поэтому первое, конечно, тут люди, которые приходят на ценностный уровень, и второе, то, что я поняла, что если у тебя есть проект, идея, о котором ты мечтаешь, тебе, в принципе, часто даже и деньги не нужны. Это правда, да. Абсолютно. То есть вот на этот проект сейчас 2000 человек на потоке, ему хватает 2 копейки, чтобы сделать лендинг, там, купить сервер, я не знаю, там, оплатить канал для рассылки почты, это вот 2 копейки, наверное, которые стоят, и все, а все остальное это вот сделано с ними. Мы когда начинали делать интерапсы, мы все время спрашивали о вложениях. Сейчас мы имеем оффер, мы его не примем, но, собственно, проект оценил 3,5 миллиона долларов уже сейчас, работает 29 человек, у нас постоянно учатся где-то около 3000 человек, мы занимаемся трудоустройством, пропориентацию взрослых людей, мы не потратили, в общем, ничего, мы с первого месяца начали зарабатывать сами. Я там не то, что инвестиции не принимала, я своих денег не вкладывала, то есть это просто, ну, как, ты не вкладываешь денег, но ты вкладываешь такое количество труда и сил, которые, конечно, в пересчете на найм там вполне себе стоят большие ваши деньги, но все это поднимается, конечно, совершенно иначе, и в этом смысле компетенции, и твой энтузиазм, и количество времени, которое ты тратишь, важнее денег, потому что деньги, вот без этого всего, они просто идут никуда, ты их просто проешь. Да, ну и вот здесь я тоже там для себя такой опыт сделала, что если о чем-то мечтаешь, нужно делать, даже если это кажется сумасшедшими, нереализуемыми идеями, нужно просто вот включать свой визжен, включать свои мысли, идеи, к этому идти. Ну, я вот так буду осторожней, да, то есть, конечно, делать надо, да, но, конечно, нужно страховаться, то есть у вас все-таки огромный опыт, люди приходят с разным опытом, и когда у тебя мало опыта, лучше либо не делать одному, найти каких-то более опытных партнеров, через площадки, либо, ну, по крайней мере, найти каких-то очень хороших менторов, которые тебе будут помогать, потому что это иллюзия, что делать свой бизнес очень просто, и будет очень сложно, да, и с каждым шагом все сложнее, поэтому тут вот постоянно себя обкладывать компетенциями, те, кто знает, понимает, умеет, причем не рассчитывать, что это один человек, это все время мозаика из людей, кто-то разбирается в финансах, кто-то привлекает инвестирование, кто-то занимается маркетингом, кто-то, я не знаю, занимается каким-то комьюнити, то есть это разные-разные-разные люди. Ну, это классно. Да. Это прям такой драйвинг. Это так драйвит жизнь, да, своими руками что-то там растет, да, 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 это очень нравится жизнь, да. Значит, конечно, будет классно, если по итогам острова тоже будут созданы какие-то совместные предприятия, проекты, я уверена по тому, как ребята сплачиваются, как они придумывают, как они там, кроме официальной части, есть еще куча неофициальных вещей, чатиков, где они там обсуждают проекты, это все история про то, что, конечно, проекты родятся, да, и тут они, конечно, кладутся на такую очень благодотворную почву, потому что оно все здесь про цифры, читают, в общем, очень такие известные, интересные люди, и российские, и международные, и, конечно, ну, это все какая-то такая большая история. Отвечая на ваш вопрос про международную, ну, нам сложно, да, мы изначально какая-то очень такая внутренне российская страна, и мы все это видим, как-то вот российские, очень мало таких проектов, как вы упоминали призму, там, маскарад, какие-то такие вещи, но это скорее единичные случаи, и мне кажется, что вот как раз такие мероприятия, где много международных спикеров, причем спикеров из разных регионов, и Азии, и Европы, и Америка, они как раз выдают прорыв, то, чего не было условно, нашему поколению, потому что мы выросли, ну, просто, почему и стартапы все такие, ну, сейчас их выпускаем мы, а мы, в общем, были, конечно, очень геолокейшн закрыты, сейчас мир другой, ребята другие, мне кажется, в следующем поколении уже будут выпускать более такие, какие-то международные проекты. Очень хочется надеяться, что мы там, там, действительно выйдем за пределы России, за пределы русскоязычных стран. Это да. Что какие-то крутые истории показывают. Ну, и, наверное, последнюю тему, которую хотелось бы затронуть, что дети, школьники, здесь же тоже параллельно есть стрим деток, которые приехали тоже со всей России, проходят также обучение, и я проводила мастер-класс, и два вопроса, которые спрашивали детки. Ну, детки, это 9, 10, 11 класс. Ну, не то, что детки, да, но уже такие, но здесь еще детки кажутся, да. А спрашивали, нужно ли идти в универ, то есть, насколько университет важная история, и вообще, как мы и чем в жизни заниматься. Ну, по поводу универа скажу так, я считаю, что нужно, при этом ценность знаний как такового, она, конечно, снижается, потому что, ну, зайдите куда угодно, там, Coursera, универсариум, ты можешь набрать такое количество себе курсов, ну, там, всяких образовательных сущностей, которые тебе не даст ни один лучший мировой университет. Здесь мне читает человек из Гарварда, я тут, я слушаю, здесь из Стэнфорда, здесь я не знаю еще откуда-то, здесь из МГУ, и вот это все ты собираешь небывалое. Но университет дает главное, он дает нетворк. Дело в том, что очень важно попадать на первую работу, хорошую работу, в смысле хорошая, это не обязательно самое денежное, это неправильно, это та, которая тебе даст максимально качественный старт. Дело в том, что все лучшие работодатели, ну, большинство лучших работодателей, те, которые растят, которые делают вот эти груданские программы, которые, все вот это существует, они делают кафедры при вузах, либо читают в этих вузах для того, чтобы забирают лучших ребят. Поэтому, когда ты учишься, ты заодно сразу смотришь, как оно устроено внутри компании, выбираешь свою компанию, компания выбирает тебя, то есть у тебя меньше, во-первых, вероятность ошибки попасть в свою компанию, во-вторых, к моменту выхода ты имеешь чаще всего предложение от двух-трех компаний, вот нет этого проклятия, мы тебя не возьмем на работу, потому что у тебя нет опыта работы, откуда у меня был опыт работы, если меня никто не берет работу. То есть вот этим это, конечно, очень важно. Другой вопрос, что надо поступать в хорошие университеты, они тоже разные, смотреть рейдинги, понимать, потому что плохой университет не дает ничего, кроме потери денег и времени. А на тему, какую профессию выбирать, вот мне там говорят, профессии будущего, я скептически отношусь к этой вещи, не потому что их не будут, а потому что мир, еще раз повторю, меняется так быстро, что если вы сейчас в девятом-десятом классе, к моменту выхода из института, профессии будут совершенно другие. Выбирайте любимую отрасль, не профессию, а любимую отрасль. Как определить любимую, там, где у вас лучше всего получается. Людям обычно нравится то, что у них лучше всего получается. И в результате, а там, в момент, когда вы выбрали широкую любимую отрасль, соответственно, в момент обучения, практик, у вас это сузится до профессии, и тогда все будет хорошо, и вы будете успешны. Потому что вот эта история таланта и желания работать, она перетирает любые тренды, она, собственно, выше этого. Это всегда про успех. На стоит очень похоже. Я, единственное, еще по университету добавляла, что университет дает такое фундаментальное понимание, целостную картинку мира, что ли, мышление, которое потом уже можно переносить на работу. И в универе используется максимальное количество грантов, конкурсов, челленджов, все, что происходит, волонтерство, прям делать все, что продается, где этот универ предлагает. А то, что интересно, делайте то, что интересно, и взрослые, и дети, и благословим и благословим и благословим и будьте счастливы. На этой счастливой ноте и закончим. Спасибо, Алена. Спасибо вам.